Мы с тобой стоим сейчас на конце улицы Полифеновской, которая плавно перетекает в Никольскую. Совершенно замечательное место. И вот я сюда никогда бы не привел, если бы мне не попалась недавно на блошинных рядах книга Исаака Лившицы. «История формации и организации аптечного дела». Так и называется. Издательство «Наркомздрав» 1939 года в Москве. Здесь, вот этот вот забор, здесь был подпольный завод, подпольная фабрика изготовления фармакологической продукции, которая принадлежала Марку Соломоновичу Варшавскому II. Не тому Варшавскому, который занимался подрядами судостроения, а его двоюродному брату. Он так везде проходит в полистейских архивах, как Маркус Соломонович II. В 1999 году у нас здесь была в горосполкоме такая депутат интересная женщина, которая очень увлекалась мистической историей Николаева. И она нас напрягла, чтобы мы раскопали здесь метроистский храм за этим забором. Потому что эту территорию отдавали в честное владение. Мы здесь нашли целые залежи аптечной продукции. То есть пузырьки, какие-то старые пробки аптечные, все это ферменное, то есть вот это стекло, то есть вот целые залежи буквально. И вот мне об этом вспомнилось, когда я прочитал эту книгу. И Исаак Левшиц, он описывает совершенно такую детективную историю о том, что в конце 19-го, последней четверти 19-го века всю Российскую империю поразил недуг очень большой. То есть везде, и в столицах, в Санкт-Петербурге, в Москве, и в губернских городах стали создаваться подпольные фабрики, которые фальсифицировали иностранную фармакологическую продукцию. Но пионером, оказывается, в этом деле был Николаев. То есть здесь появилась первая фабрика. Вот она находилась здесь, вот там были казармы второго ластового экипажа, а вот здесь квартал, здесь были аптечные склады и лаборатории. У него там так и называется этот раздел в книжке лаборатории на Сухом фонтане. Вот это вот бедствие, которое охватило всю Российскую империю, оно отразилось прямым образом на истории этой территории. Ну, во-первых, в 1877 году началась одна из самых жестоких русско-турецких войн. 15-я по счету. То есть турки были уже более-менее как-то научены воевать через английских, французских инструкторов. Они оказывали отчаянное сопротивление. Русская армия форсировала Дунай, закрепилась там на Балканах. Началось сидение на шипке, то есть вот продвижение все застоприлось. Но самое главное то, что с этой Балканской войны 1877-1878 годов началось то, что мы называем тотальной коррупцией в русской армии. Интендантское ведомство завалило, так сказать, все фронтовые госпиталя по отдельной фармакологии. То есть сначала не было вообще ничего. То есть вот русские солдаты, офицеры умирали в госпиталях. И когда порог смертности достиг какой-то определенной вершины, то командование беспокоилось. Александр III, который тогда был еще великим князем, он находился на фронте, будущий, так сказать, император. Он писал своей жене о том, что недобросовестное купеческое товарищество снабжает армию всякой гадостью, протухшей солониной, неправильными медикаментами. От этого большая убыль в войсках. Они грабят нашу казну совершенно не стесняясь. То есть он буквально, вот, близко к тексту. Он, так сказать, пользуясь своей властью, напрягает военного губернатора Николая Андреевича Аркаса. И тот делает негласное полицейское дознание. То есть сначала, так сказать, тут агенты бродят, ходят, потом опечатывают полностью эти склады. Делают выемку документов. И когда жандармы увидели, что в каких масштабах приняла фальсификация медикаментов, они просто ужаснулись. То есть по самым примерным подсчетам, что-то вот улежится там, написано, около полумиллиона рублей. Все очень просто. Берешь долмасский порошок. Долмасский порошок – это вид мела. Добавляешь туда немножко индига, добавляешь сушеные крапивы, полыни. Все это, так сказать, под горячий пресс получается пирамидон в фирменной упаковке. И вот такой пирамидон направлялся в войска. Естественно, доктора сначала вздохнули свободно, потому что он очень быстро и оперативно. Маркус Варшавский это сделал. Вздохнули свободно, а потом смотрят, что, так сказать, антисептические препараты не помогают. Не помогают, так сказать, сбить воспалительные процессы. Жаропонижающие на стойке тоже не сбивают температуру. Солдаты и офицеры продолжают умирать. Его просто в 24 часа забирают и везут в тюрьму в Одессу. До судебного разбирательства. Но через три недели освобождают. Освобождают. И мало того, через месяц ему дают, уже, так сказать, после заключения мера, дают медаль именную Марку Соломону Варшавскому второму за родение победы русского оружия Балканской войны 1877-1878 годов. То есть серебряную медаль. Это еще не все. Через полгода русское правительство возмещает ему страховую потерю двух транспортов с медикаментами, которые были потоплены в Черном море. 800 тысяч рублей. Это же фантастика какая-то. Напрягли следователей нормальных. Но все это закончилось ничем. Потому что все нити шли в Санкт-Петербург аж к самому великому князю Николаю Николаевичу. То есть родному брату императора Александра II. Это он крышевал все вот эти медицинские аферы. Но дело даже не в этом. После этого громкого дела в Николаеве весь этот бизнес перебрался в Одессу. В Одессу и там он тоже описывает дело синдиката хайтов, которые на 8 миллионов рублей поставили в различные губернии страны. Центральная там, Сибирь, Дальний Восток. Там суровая логистика была. Кучу вот таких перамедонов всяких. То есть там номенклатура сфальсифицированных препаратов была больше тысячи. То есть они заработали, получили... То есть было следствие, получили очень немного. Старший Хайт, Песак Хайт получил, по-моему, 3 года каторги. И остальные там, не знаю, там 2,8 месяцев тюрьмы. Там кто-то еще там, кого-то отправили на поселение. Здесь Николая всего одного человека арестовали по этому поводу. Но все дело в том, что Николай II, когда уже вот стала зашкаливать вот эта вот фальсификация медикаментов, он сдал специальный указ, по которому во всех губернских городах образовывались комиссии, комиссии, которые должны были следить за качеством лекарств в аптечных магазинах. И вот Николай и такая комиссия работала. И работала она, как-то ни странно, здесь, на месте разоренного, так сказать, подпольного синдиката. Вот за этим забором. Особенно вот расцвела фальсификация лекарств иностранных фирм. Это в 1918-1920-х годах. Ну, сама понимаешь, Украина – это, так сказать, территория движения фронтов. Здесь были все. Вернее, все. Белые, и красные, и антанты, и немцы, и так далее, и тому подобное. Поскольку контроля никакого не было, а началась вселенская катастрофа, я имею в виду испанку, испанский гриб знаменитый, который у него с жизни, ну, по подсчетам демографов, где-то от 50 до 100 миллионов, они там разбегаются в цифрах сильно. Ну, короче, больше, чем погибло на фронтах Первой мировой войны. И вот Левшинц, он описывает такую вот, да, какую-то легендарную историю на четырех страницах этой небольшой книжечки. Четыре страницы посвятил. Аптекарь, он называет его имя, Вольф Лейбаум, взялся лечить больных испанкой в городе. У испанки это вообще такая интересная была клиническая картина. То есть человек заболевал, покрывался сыпью какой-то, потом у него очищалось дыхание, поднималось, вернее, падало давление. И вот болезнь, как бы она перепрыгивала, этот иммунный промежуток времени, то есть не давая организму, так сказать, начать работать. Человек очень быстро умирал. Все были в шоке. Вот еще там недавно, там, здоровый молодой парень, раз, 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 к вечеру все уже. Уже на погост можно было нести. И вот во время первой немецкой оккупации, и об этом пишет военный губернатор немецкий, генерал-майор Маргенштерн-Геринг, у него лежат в Старофлотских казармах, там, где стоял немецкий гарнизон, это современный музей, первые два этажа госпиталя, там лежат 242 человека, умирают. Еще там какие-то там ползают на ногах. То есть эпидемия охватила немецкий гарнизон. А тут этот парень решил всех лечить. Вольф Лейбаум. Он собрал всех обывателей на военном рынке. Это вот парк Петровского территория. Уже него. Представил мальчика больного испанкой. Все покрыто вот этой сыпью. Дал ему выпить какие-то чудодейственные настойки. Зеленого цвета. Накрыл полпуной. Через 15 минут открывает. Мальчик здоровый. Этого ему было мало. Заставил перенести каких-то двух немощных старух из соседних домов. На носилках. Заставил выпить. Заставил выпить. Бабки ушли своим ходом домой. Ну, естественно, народ выстроился в очередь. Все стали там давать аванс. Записываться в какую-то тетрадку. На получение чудодейственного лекарства. Потому что все были очень сильно напуганы. Это все продолжалось недолго. Там в районе 40 минут. Пришел немецкий патруль. Разогнал эту очередь. Забрал этого автекаря. Привез старофлотские казармы туда. В смысле, они тогда еще не были старофлотскими. Привез казармы. Заплатили ему марками. Сказали так вот. Ингредиенты все нам сюда. Давай, делай настойку. Будем лечить. Ну, он сделал эту настойку. Ничего не помогло. Все солдаты умерли. Он там был два дня. Ну, немцы народ системный. Его тут же повесили на плацу. Об этом. В конце концов, вот это вот был такой, наверное, последний случай, яркий случай, который описывает Левшин в своей книжке фармакологического мошенничества. В 1937 году Совет народных комиссаров национализировал всю аптечную и фармакологическую отрасль. Причем, если, допустим, императорский медицинский совет, у него был такой посыл, что нельзя продавать только вредные лекарства. Можно продавать только безвредные. Все, конечно, у советской власти все круто. Нужно продавать только реально полезные лекарства.